Тони Лаше Котеночка Друзья, сегодня мы с вами говорим О таком понятии, которое называется Гуангкао Гуангкао Это реклама Нет Вы знаете, мы хотели с вами Обсудить эту тему, потому что В Китае реклама, по сути дела, ну вот вообще везде Она присутствует вот везде, где есть люди Везде, где они так или иначе появляются Лифт, все что угодно, стоят, ждут лифта Ну, вы сами понимаете Давайте запускать Давайте скорее смотреть Это невероятная реклама Раз, два, начинаем, ребята Первая реклама пошла Такой, ну маленький Вот это вот, невозможно забыть Вот такая реклама Ну, каждый раз слышат рекламу по тысяче раз Просто тысяча, она крутится и крутится на экранах возле лифта В метро где-то, еще, 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 везде Появляясь в приложениях на телефоне Она везде просто появляется, везде, все забито ей Как? Ты иностранец, невозможно... Невозможно ответствовать от этого словосочетания Ты знаешь, мне кажется, ее невозможно не запомнить Да Вот, это называется хорошая реклама Да, которая очень глубоко засела в голове А следующая реклама тоже будет про ашоуче Тоже бэушные автомобили И... Ну ты поняла уже, да? Это зеленый... Куа-куа-куа-куа-дзе Зеленый... Куа-дзе ашоуче Мужик? Да Это мужик Марк, привет! У нас есть студент, который... Студент из Чинду, который... Похож Похож на персонажа из этой рекламы Ребята, знакомимся Куа-дзе ашоуче Это была первая версия И давайте посмотрим еще вторую версию То есть их много версий Это реклама И... Ну такой мужик хризматичный Только он уверенно в себя позиционирует Да Ну прикольно По-моему такая интересная реклама Давайте посмотрим на вторую версию Куа-дзе ашоуче Куа-куа И так, друзья, это была вторая версия И как вам? Как вам? Обязательно пишите свои комментарии Потому что нам действительно интересно Давайте такую сегодня своеобразный топ составим Того Насколько это стоящая реклама или нет Пишите об этом в своих комментариях Какая из сегодняшних рекламы вам понравилась Наибольшим образом А давайте переходить К следующей рекламе Давай следующую запустим Какую? Про прокладки Давай Да? Какая? Подождите Да, ну как это правильно сказать? Прокладки Есть какое-нибудь слово про прокладки? Которое такое более культурное? Женские средства гигиены Женские средства гигиены Вот давайте посмотрим про женские средства гигиены И, кстати, для вас это будет сюрпризом Потому что в Китае это выглядит вроде женских памперсов Поэтому мы сейчас будем смотреть реклама женских памперсов Ну или ежедневные трусы Да, но надо понимать, что в Китае не только они единственные Все остальное тоже есть Просто здесь больше вариантов этих средств личной гигиены Да, мы сейчас посмотрим рекламу И добавим сюда еще один момент про китайские трусы Насколько их сложно купить или нет Поэтому давайте смотрим рекламу про женскую гигиену Да Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая реклама Здесь я бы хотел от тебя, Катя, услышать два комментария Первый Именно насчет вот этого продукта Что ты об этом думаешь? Как девочка? Может быть, ты пробовала? Ну, на самом деле Здесь эти трусики показаны такими идеальными Что, надев такую юбочку Совершенно не будет никому ничего заметно Но на самом деле Я их пробовала Я знаю, что это такое И если... Для того, чтобы вы представили Что это такое Они не так идеально ложатся по фигуре Вот представьте, шапочки Которые мы надеваем, чтобы прийти в больницу Из такого нетканного материала Они вот так вот Парашютистые Такие парашютистые Да Вот такой материал И вот она также собрана на резиночке Они такие же парашютистые Конечно, там все очень удобно Короче, это все удобно, функционально Но это все... Из-под одежды Это будет очень хорошо заметно Выпирать, вылезать, да? Да Как-то вот это будет... Ну, видно будет складки и все остальное И резинку и так далее Короче, это не очень дават Они не такие идеальные, как в этой рекламе Ясно И следующий вопрос, который я хочу тебе задать Это вот в плане трусов женских Ну, дело в том, что в России Куча всяких бикини, не бикини Там все всякие разные цветы Да Разные красивые женские пентис И так далее Да, но здесь сейчас в Китае Не знаю, то ли это мода такая То ли всегда так было Нет, нет, это не мода всегда так И возможно Но вот как мы приехали С тех пор, как я здесь Я везде вижу, во всех магазинах Трусы такие большие Все они вот шортиками Даже не то, что то ли полушортиками Но они такие, ну, не сексуальные Китайские, женские трусы Это шорты и полушорты Ну, в основном, наверное, полушорты Большие, да То есть это, для вашего внимания, шорты Но они немножко такие полушорты С закругленностями такими Ну, короче, они большие И это не привлекательно Мы, как обычно говорим Да, с высокой талией Как мы это говорим обычно Панталоны, да? Панталоны Панталоны, потому что все панталоны Девушкам и иностранкам, которые приезжают сюда в Китае И хочется красивое нижнее белье купить Они этого сделать не могут Они заказывают это На Таобао На Таобао Там еще где-то с собой привозят В дорогих каких-то бутиках покупают В дорогие магазины нужно идти Да, да Виктория Секрет Да, 90% китайских трусов Это панталоны Да, вот если в таком рядовом магазине просто зайти посмотреть То ты, ну, сложно будет выбрать подходящий фасон Вот так, девушки Теперь вы знаете Покупайте панталоны свои в России В России Так, давай Ну, да, да, да Двигаемся к следующей рекламе Поехали Двигаемся к следующей рекламе Ну, вот эта штука очень полезная, на мой взгляд Ребятки, это называется Тенхуа шоу пьяо Тенхуа, то есть телефон, шоу пьяо, часы Часы, телефон То есть часы, телефон Эти вещи продают Я вообще везде вижу Во всех, во всех Даже, ну, скажем так В небольших даже продуктовых магазинах они есть То есть в каких-то небольших отделах Если чуть-чуть что-то электроника есть Там обязательно есть такие часы В Китае пользуются очень большим успехом У всех, вообще у всех детей У тебя, наверное, в школе вообще много, да, детей? Ну, у меня все старшие А вот те, кто младшие, у тебя, они носят? Нет, они уже не носят Это начальная школа Первый, второй, третий класс Эквалент русскому То есть эти дети всегда носят И садик, не знаю Вот садик как? Ну, вот да, я хочу сказать У меня сейчас дети 5-6 лет И мы у некоторых стали появляться То есть когда им было 3-4 года Конечно, они их не носили Ну, да А сейчас в старшей группе У них начали появляться И как раз-таки Когда я работала в начальной школе Там тоже многих детей было Да, очень многие дети носят такие часы Как вы думаете? Мне кажется, это очень полезно Как-то вот ты сама думаешь Вот у ребенка на руках, ну, телефон Он в любой момент может тебе позвонить Ты можешь в любой момент позвонить Спросить, где он, что он Да, еще, кстати, я знаю такой момент Что родители используют эти часы Для того, чтобы слушать, что происходит вокруг ребенка Они могут слушать, да Я знаю, да, китайские родители так делают Что там Они могут слушать, есть часы с камерами Да, послушивающие, короче, устройства И удобно ребенок их Ну, и GPS отследовать, где он находится Да Ребенок их не потеряет И не так неудобно ребенку будет пользоваться Короче, ты одела своего ребенка такое Да, я бы купила обязательно такие часы Мне нравится этот девайс По-моему, тоже очень неплохая вещь О, нифига себе Найтвэйш играет, ребята Найтвэйш В китайском парке Здесь какой-то концерт готовят Готовятся Слышите? Найтвэйш Это же время, прям Былое время с тренировок Я раньше занимался Прайм Найтвэйш Фоке муральчику Да, короче О, молодцы, как выключили Ребятушки, мы продолжаем наш рейтинг сегодняшней рекламы И двигаемся в следующем В направлении следующей рекламы Поехали Ребятушки в следующей рекламы Прайм Найтвэйш Прайм Найтвэйш Прайм Найтвэйш Я отличный кофе Я отличный кофе не люблю, не пью Но со сгущенкой, конечно, можно Но сделать исключение Но, да Мне кажется, эта реклама Вот она со вкусом Здесь красивые люди Да, китаянка, вот мне очень нравится Поначалу мы видели эту рекламу Только с китаянкой Недавно появился вот этот китаец Вторая версия рекламы Китайц парень Ну да, мужчина Да В общем, нравится Приятная музыка запоминающаяся И китаянка приятная Их есть несколько разных версий Да Они Ну тут все Всегда одна и та же музыка Всегда вот эта девушка И они как бы там вот так вот играют Прикольнее Что вы думаете? По-моему, да? Нормально Интересно Да И кофе сразу же захотелось, конечно Да? А может быть, вот у нас прямо сейчас Вот кто смотрит и прямо сейчас пьют кофе Да, молодцы Приятного кофе-пития Кофе-пития, да Поехали Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Так, ребятки, ну и давай, пожалуй, это будет сейчас последняя реклама И Ну надо немножко сумасшедшее внести Сумасшедшее внести в этот списочек Давай Сейчас у нас реклама Skittles Что вы думаете? Такой, ты знаешь, мне кажется, вот это типичное поведение Переигрывания, не знаю Кстати Китайцы любят переигрывать Да В актерстве Они как-то Ну это выглядит по-детски Это выглядит по-глупому немножко Короче, ребятки, давайте И это реклама не та реклама, которую вы представляете Как темнокожий мужчина доит кого-то, жирафа Который ест, как ее, радугу Нет, это другое Ребятки, мы оставляем эту рекламу на ваше суждение Смотрим и комментируем Смотрим и комментируем Леденечки Это, наверное, жевательные Ну да, жевательные такие Конфеточки такие Или они карамель, я что-то уж не помню Да, ну мы с тобой не едим эту вещь Да Вот, тем не менее, друзья Вот такой топ сегодня получился Наш личный и ваш личный Ребята, пожалуйста, пишите ваши комментарии Интересно, что же получилось Хорошего у китайцев Насчет рекламы Все-таки, так или иначе, реклама это всегда Конечный результат Зависит всегда от потребителя От нас с вами, от нас с вами, ребятки Да Поэтому, что мы скажем, хорошо или плохо Все зависит от нас Ребята, спасибо Если вы считаете, что этот ролик зашел Вам интересно, то обязательно об этом напишите И мы снимем продолжение Снимем продолжение Да, и покажем вам больше китайской рекламы Больше сумасшествия Ну, яркости и гиперболит Поэтому все, ребятки Будем держаться на связи Не забывайте поставить лайк И подписаться на канал И все, котеночка Да, до новых встреч, ребят Мы下次见 Субтитры сделал DimaTorzok Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok